Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Ольга Алексеева. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Чтобы помнили, в «Республике» создают единый портал, где будут собраны все документы о строительстве сурского и казанского рубежей. Войти в «Золотую двадцатку». Туристическая отрасль республики готовится к прорыву. Дорога лебедей. 24-й международный фестиваль открылся премьерой национального балета. В следующем году мы отметим 80-летие строительства на территории Республики Сурского и Казанского оборонительных рубежей. О том, какие мероприятия пройдут в рамках этой памятной даты, обсудили на республиканской планерке. В республике появится мемориальный комплекс памяти о строителях рубежей. Место уже определено. Памятник расположится рядом с трассой М-7, близи села Байгулова Козловского района. Сейчас идет работа по созданию единого портала, где будут сосредоточены все архивные документы. Это очень серьезный труд. И мы понимаем, что этот объект был засекречен, не сохранилось никаких практически архивов. И фотоаппараты изымались. Но, тем не менее, большую работу сегодня по сбору документов проводит наш государственный исторический архив и гуманитарный институт. И по нашему плану срок издания сборников мы поставили июль 2021 года. В сборе исторических материалов участвуют школьники, местные краеведы. Они выезжают на места, где на рубеже 41-42-х годов рыли окопы, встречаются с теми, кто был участником этих событий и их близкими. Идет детальная фиксация исторических событий, которые лягут в основу документального фильма. Напомним, администрация главы республики объявила конкурс на разработку эскизов медали в честь этой памятной даты. На совещании обсудили предварительные итоги нынешнего сельскохозяйственного года. Один из важных показателей – урожайность зерновых в этом году выше рекордного прошлогоднего. В настоящее время обмолочено 99,9% площадей и в бункерном весе собрано 954,8 тысяч тонн, что на 30% выше уровня 2019 года. Лидер по намолоту зерна Яльческий район, где намолочено 8-7 тысяч тонн, никогда не было в истории Яльческого района. Высокозерна они не производили. Среди лучших – Канарские 74,1 тысяч тонн, Севильские 71,7 тысяч тонн района. На долю трех районов лидеров уборочной кампании приходится четверть всего валового сбора в республике. Это 24,4%. Закупочные цены на зерно нового урожая достойные. Но правительство республики не исключает, что с ростом закупочных цен на зерно могут повыситься и отпускные цены на муку. А это повлияет и на стоимость хлеба. Мы соответствующие решения с вами выработаем. То есть поддержать эту отрасль для того, чтобы не допустить повышения цен на хлеб. Поручение отработать, прежде всего, с торговыми сетями. Выработать подходы по взаимодействию с торговыми сетями на предмет реализации продукции наших предприятий хлебопечения. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика. В этот юбилейный год мы постоянно возвращаемся к теме патриотического воспитания. Ровно 25 лет прошло с момента создания 101-й бригады оперативного назначения внутренних войск МВД России. Большая часть бойцов призывалась из Чувашии. Служили ребята на Северном Кавказе. В минувшие выходные в столичном мемориальном парке Победа состоялась встреча тех, кто воевал в рядах бригады. Красные гвоздики у подножия памятника воинам, погибшим в локальных конфликтах. Дань памяти невернувшимся с необъявленной войны. Всего в личном составе бригады насчитывалось более 8 тысяч человек. Первоначальное место дислокации – город Грозный. В боевых действиях на Северном Кавказе участвовали более 7 тысяч выходцев из Чувашии. 120 из них погибли или пропали без вести. Анатолий Пудов прослужил в составе бригады один год и два месяца. 24 июня очень большой призыв был. 105 человек из Чувашии. Собрали сначала всех в Канаше и поехали мы. Такую службу я, конечно, никогда не забуду. Очень рад, что пресечение даже такого времени про нас не забыли. Честь, мужество, отвага. Три, казалось бы, простых, но очень важных слова выгравированы на каждой медали. Всего 50 таких юбилейных знаков отличия вручили тем, кто служил в составе бригады. 7 из них посмертно. И все солдаты не опозорили республику и достойно выполнили все служебные задачи, которые перед нами были поставлены. Все, кого с нами нет, вечная память. И простите, что вы не смогли уберечь ваших детей. Татьяна Дмитриева долго ждала своего сына, но так и не дождалась. Ближе к этому к северу перестали приходить письма. Волновались очень за него. Писали ему. Даже не думали, чтобы там идти по контракту. Пришло у нас извещение, а у него письмо пришло, по-моему, 2 ноября. Мама, мы сейчас находимся в Дагестане, идем. В общем, у меня все хорошо. У нас еще никого не убили, никого не ранили. Едим гусей, фрукты, овощи. Ну, потом ждали очень долго. Его не могли опознать. Ну, в общем, привезли его в ноябре. Военнослужащие бригады провели более трех тысяч спецопераций, изъяли сотни схронов с оружием. Вывели из преступного оборота более 300 единиц стрелкового оружия. В 2000 году 101-ю бригаду расформировали. Но героизм ее солдат страна помнит до сих пор. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Юрий Марков, Республика. Попасть в топ-25 и увеличить поток до полумиллиона туристов в год. Такие цели ставят перед отраслью туризма власти Чувашии. На днях Олег Николаев встретился с бизнесменами, работающими в сфере организации отдыха. О вхождении в золотую двадцатку туристического рейтинга России Чувашии пока только мечтать. По итогам 2019 года республика лишь на 51 месте. А это значит, что регион не популярен ни у туристов выходного дня, ни у иностранцев. Да и в интернете россияне не часто запрашивают отдых в Чувашии. Чаще всего сюда приезжают в командировку или по делам. Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения. На сегодняшний день порядка 300-5000 человек размещаются в коллективных средствах размещения. ПФО мы на восьмом месте. Но при этом очень неплохой показатель среднее количество ночевок. Я сам удивился, на самом деле, когда выяснял эту цифру. 3,8 суток в среднем турист находится в Чувашии. Рейтинг делают те, кто приезжает в санаторий Чувашии. Посетители находятся там не менее недели. Кстати, на медицинский туризм делают высокие ставки. В планах открывать новые направления нейрореабилитации, восстановление по линии травматологии, офтальмологии. Организация системы реабилитационных центров заложена в программе социально-экономического развития региона до 2025 года. Каждым пациентом занимается команда специалистов. То есть это мультидисциплинарный подход. Потому что пациент имеет, как правило, всегда ни одно заболевание. Включая и неврологи, и кардиологи, и травматологи, и логопеды, и медицинские психологи. То есть, включаются практически все специалисты в рамках медицинской реабилитации. В планах отремонтировать аэропорт. Воздушные ворота обновят к 2022 году. И пустить по Волге скоростные пассажирские катера, чтобы связать по воде Чувашию с соседними регионами. И привлекать туристов не только в Чебоксары, но и в Мариинский посад и Козловку. Я недавно поучаствовал в любительских соревнованиях. И вот хотел сказать, как тоже, как предложение. Сейчас вот в России очень популярно стало движение любительское. Такое, как любительские марафоны, любительские соревнования по триатлону, заплывы. Там, X-Waters, например. Они вот в Нижнем Новгороде очень много привлекают людей со всего мира. Люди хотят в самую большую реку Европы переплыть. Даже иностранцы приезжают. У нас тоже действительно большой потенциал здесь для этого. Я подал заявку на грант на организацию марафона. Эту инициативу, как и остальные 33 проекта, в конкурсе грантов Федерального агентства по туризму правительство поддержало. Для выхода на новый уровень регион занимается проектами развития территорий и инфраструктуры. Участвует в программах Ростуризма. Сейчас готовятся паспорта компаний, решивших участвовать в новом проекте. Промышленный туризм. Чувашия в числе восьми регионов России в пилотном проекте Минпромторга России. Это реальные окна возможностей для развития местного туризма. Хотелось бы его вытащить на первый стандарт. То есть осознать, понять, чем мы владеем, какие у нас возможности есть. Ну и, конечно же, соответствующим образом нам совместно действовать. Сфера туризма в Чувашии – это в первую очередь поле для деятельности, в том числе и предпринимательской. Мы можем по пальцам пересчитать предприятия питания, которые готовы предоставлять этническую кухню. А спрос гостей именно на этническую кухню. Я сама веду экскурсии. Последний вопрос. Вопросы, уважаемые гости. Где покушать, где попробовать этнические блюда? Так что попасть в топ регионов туристического рейтинга России к 2025 году вполне возможно, если выполнить намеченные планы. Ирина Волкова, Николай Скворцов, Республика. Через тернии к звездам. В восьмой раз жители Чувашии приняли участие в международной акции «Тотальный диктант». Писали его в обычном режиме в аудиториях, соблюдая все правила безопасности. Оценить свои знания по русскому языку решили люди самых разных профессий и возрастов. Текст для «Диктант-2020» сочинил писатель Андрей Геласимов. В роли директора выступила вице-премьер, исполняющая обязанности министра образования и молодежной политики Чувашской республики Алла Салаева. Смысл жизни состоит в том, чтобы научиться жить, не задавая себе вопрос о смысле жизни. Так думал Константин, решив осложен сам. Девиз «Тотального диктанта» – писать грамотно – это модно. Особенно важно это понять молодым людям, изъясняющимся в социальных сетях на языке без правил. Орфографическая и пунктационная грамотность характеризуют человека как интеллигентного и образованного. Сложности были в плане запятых. Вот как идти на работу, как на службу. В плане сравнения. А так, в общем-то, диктант был, мне кажется, несложный. Возрастных ограничений у диктанта нет. Наталья Яшина написала текст вместе со своей пятилетней дочкой. И считает, что приучать грамотности нужно с детства. Пришли с младшей дочерью. Она только учится, изучает буквы, пока писать еще не умеет. Но старается, очень хочет тоже научиться читать и писать. Я думаю, в следующем году придем уже вместе с ней еще раз писать уже. В этом году диктант можно было написать и онлайн. Когда человек пишет онлайн, он пишет его в специальном окошечке на сайте «Тотального диктанта». Либо можно было получить заранее бланки. И на бланках, если неудобно писать в окошечке, да, не все дружат с компьютером. Написать на бланки и бланк принести на проверку к нам в университет. Свои оценки участники смогут узнать на официальном сайте акции в личном кабинете по логину и паролю с 21 по 31 октября. Ольга Семенова, Татьяна Рогевская, Юрий Марков, Республика. В Национальной библиотеке прошла Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная столетию чувашской автономии. В программе «Исторический опыт строительства и развития национальной государственности на примере нашей республики». В работе секций приняли участие ученые и исследователи из разных городов страны – Чебоксар, Уфы, Москвы, Казани, Самары и других. Специалисты обсудили аспекты национально-государственного строительства в России, общие тенденции формирования республик на территории страны, социокультурное и духовное развитие чуваши. Тема государственности, она важна, безусловно, не только для чувашей самой, но и для всех чувашей, которые проживают и в других регионах и странах. Чувашская диаспора, она обширная, как известно, но здесь еще и момент такой, наверное, подведения каких-то итогов, поскольку подводятся итоги не только развития самой государственности, но и развития и культуры, и науки. Присоединиться к конференции в режиме ВКС смогли представители чувашских диаспор США, Франции, Великобритании, Украины и других стран. Такие форумы, безусловно, важны для понимания исторических процессов, влияющих на судьбы народов России. Ульяна Пятакова, Регина Кубайкина, Георгий Кривошейн, Республика. В рамках Международного дня «Белой трости» в Чувашии состоялся республиканский творческий конкурс среди людей с инвалидностью по зрению под названием «Теперь я знаю свои права». Правильная вам три очка заработала. Права теперь проверяют с помощью гаджетов, даже среди людей, имеющих проблемы со зрением. Конкурс включает в себя два этапа – устное задание на знание юриспруденции и практическое применение правовой информации. Ольга и Алексей часто участвуют в интересных конкурсах. Супружеская пара считает, что для творчества и развития преград не существует. К любому конкурсу надо проявить интерес. Это для нас много полезного дает, потому что и мозги не засаиваются, и человек читает, интересуется, и таким образом развивается и молодой, и старый. Вопросы были интересные. Иногда бывает, что на простые вопросы не можешь найти ответа. Иногда и на сложный возьмешь, да и ответишь, тут и везение, и то, что вспомнишь на данный момент. Иногда и логика действует. Иногда доходишь логически. Для выполнения заданий участникам нужен смартфон с программой экранного доступа и распознавания текста и графических изображений. Конкурсантам предлагалось семь практических заданий, посвященных праву. Хоть задания не сложные, надо всего лишь перейти по ссылке в гугл-форме и ответить на вопросы, но даже такие задания надо уметь делать. То есть, в принципе, конкурсы не столько направлены на то, чтобы сформулировать какие-то сложные задания на телефоне, сколько проверить правовые знания у участников. Социальный проект существует уже второй год. Изначально в нем участвовали только люди старше 18 лет. Однако в этом году к конкурсу присоединились и школьники. Победителям и призерам вручили грамоты и ценные призы. Ольга Семенова, Маргарита Мельникова, Георгий Кривошейн, Республика. Вопросы соблюдения прав и законных интересов детей в регионе обсудили сегодня глава Республики Олег Николаев и новый уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Алифтина Федорова. Хочется запустить проект мобильный приемный во всех муниципалитетах совместно с органами исполнительной власти, выезжать на местах, смотреть, защищаются интересы, не нарушаются ли интересы, права детей. И совместными такими усилиями мы системную работу обязательно наладим. Человек жив, пока его помнят. В Чебоксарах на президентском бульваре установили мемориальную доску заслуженным артистам Чувашии Захару Шапира и Тамаре Чумаковой. Несколько десятилетий эти артисты были главными действующими лицами большинства спектаклей театра оперы и балета. Выразительные проникновенные мелодии в исполнении маэстро дивный голос примы брали за душу. Игру виртуозного скрипача приходили слушать специально. Долгие годы Захар Шапира был концентмейстером оркестра, а Тамара Чумакова солисткой. Ее голос буквально завораживал. Чувашский соловей, как ее называли, исполняла в театре ведущие партии сопранового репертуара. Почтить память мастеров сцены, составлявших еще и семейный союз, пришли родные и близкие друзья и коллеги. Это, конечно же, и воспитание молодого поколения. Этим мы становимся богаче. Будем продолжать такие хорошие мероприятия, хорошие, идейные, будем говорить, открытие вот этих памятников нашим замечательным певцам, музыкантам, солистам и артистам балета. 16 декабря в память заслуженных артистов России и Чувашской республики Захара Шапира и Тамары Чумаковой в Чувашском государственном театре оперы и балета пройдет праздничный концерт. Ольга Семенова, Александр Атяков, Республика. Столичный стадион Олимпийский готовится принять любителей здорового образа жизни и воспитанников спортивных школ. Там завершается реконструкция футбольного поля. А площадка для воркаута уже готова. Главная достопримечательность – новый искусственный газон. На таком только удивлять игрой и ставить рекорды. Он почти уложен. Чтобы поклонникам футбола было комфортно на трибунах, готовятся навесы от непогоды. Специальные места для маломобильных граждан. Свою зону получат и запасные игроки. По периметру устанавливают ограждения, монтируют два комплекта входных ворот. Активно идет и благоустройство территории. Работы идут к завершению. К концу года обязательно будут все работы выполнены. Футбольный поле будет обеспечено новым информационным табло, которое раньше здесь не отсутствовало. Все работы ведутся в графике. Исполнение где-то процентов 80 на сегодняшний день. А вот новую площадку уже осваивают воспитанники республиканской спортивной школы Олимпийского резерва номер 6. Установленное оборудование позволяет выполнять упражнения на различные группы мышц. На территории в тысячу квадратных метров есть и перекладины. Рукоходы, шведские стенки, кольца, канат, скамейки для пресса и брусья для отжиманий. Все они стоят на специальном резиновом покрытии во избежание травм. Подрядчик выполнил все работы качественно. Срок. Было небольшое замечание. Устранимое. В ближайшее время его устранят. И площадка будет введена в эксплуатацию. Я приглашаю всех любителей здорового образа жизни посетить эту площадку. Всем понравится. Уверен. Заниматься здесь можно без ограничений. Спортивная зона на открытом воздухе станет бесплатной альтернативой тренажерным залам и фитнес-клубам. Ульяна Питакова, Андрей Шоклев, Республика. В эти дни в Чебоксарах проходит 24-й международный балетный фестиваль. Грандиозный и долгожданный праздник хореографического искусства открылся премьерой национального балета «Дорога лебедей». Музыку к спектаклю, созданному по мотивам народных сказок и легенд, написал композитор Андрей Галкин. Вероятно, любителям искусства он знаком как автор еще одной понравившейся постановки. Балета «Оттел. Рождение легенды». Его, кстати, признали по итогам республиканского конкурса «Узорчатый занавес-2019» лучшим спектаклем года. Такого аншелага никто не ожидал. Но организаторы учли реалии сегодняшнего дня. Зрители сидели в шахматном порядке, на всех маске, а на входе еще и проверяли температуру. Спектакли фестиваля, увы, проходят без симфонического оркестра и зарубежных гостей. Мы очень расстроились из-за того, что пришлось танцевать под фонограмму, потому что до этого опыт был танцевать с оркестром у вас же. И это, конечно, совершенно другие эмоции всегда, и было бы очень здорово. Но вот сегодня пришлось танцевать под фонограмму, и это были удобные темпы. Это очень большая честь, это очень большая ответственность. Каждый, в принципе, выход на сцену артиста – это событие. Когда с тобой на одной сцене такие люди, такие события бывают, они запоминаются на всю жизнь. Это захватывающая история о любви девушки-лебеди Пенисуу и ее возлюбленном солнце Хевеле. Народные танцы органично вошли в драматургию современного балета, еще раз напомнив зрителям о традициях чувашской культуры. Наш балет, чувашский балет, не просто жив, а развивается. У нас достаточно высокий уровень специалистов в области балета. И это, конечно же, является, с одной стороны, предметом гордости, предметом дальнейшей работы, ну и, конечно же, элементом или явлением, которые будут притягивать все больше молодежи в культуру, в искусство, в том числе и в балет. Зрители ждут спектакли «Корсар» постановки Нижегородского академического театра и БАЭДРК «Лауреат» государственной премии «Чуваши». Завершится фестиваль 25 октября гала-концертом. С яркими номерами классической и современной хореографии выступят артисты Санкт-Петербурга, Москвы и ведущие солисты Чувашского государственного театра оперы и балета. В отношении акционерного общества «Вагон» началась процедура конкурсного производства. Но предприятие по-прежнему работает. Никто не увольняется, утверждает руководство. В этом убедилась и наша съемочная группа. Почему ведется процедура банкротства и что будет с заводом дальше, вы узнаете прямо сейчас. А я с вами прощаюсь. До свидания. Несколько лет назад в концерне тракторные заводы, в структуру которого входит вагоностроительный завод, сменился собственник. За два года на предприятиях концерна удалось стабилизировать экономическую ситуацию. А прошлый год завершили с положительной динамикой. Только Канажский вагоностроительный завод за год выпустил 4100 вагонов. Это в три раза больше, чем в предыдущем году. Но за предприятием до сих пор числятся долги предыдущих собственников, что мешает налаживать партнерские отношения и не дает возможности получать кредитные средства. Еще в 2016 году ВЭП принял дефолтную стратегию, в рамках которой подал заявление на банкротство, в том числе на банкротство вагоно. И было введено наблюдение. И сейчас наблюдение переходит в следующий этап, в конкурсное производство. Как это отразится на работниках завода, на республике? Ответ – никак. Почему? Потому что уже давно создан промышленный оператор КТЗ, который занимается поставками, продажами вагона. И создан в Канажске вагоностроительный завод, сокращенно КАВАЗ, куда сейчас после получения всех лицензий спокойно, со всеми гарантиями перейдут люди. Сегодня на предприятии работает 1300 человек. Старшее поколение помнит, что завод не раз выходил из более сложных ситуаций, когда совсем не было заказов. И люди были вынуждены сидеть без денег. Думал даже увольняться, но все-таки решил подождать, присмотреться. И я думаю, что не прогадал. Сейчас, несмотря на то, что все-таки сложные времена с коронавирусом, ситуация начала налаживаться. Появились заказы, будет работа, соответственно, будет зарплата у нас, у рабочих. Старый завод с новым названием КАВАЗ после прохождения процедуры финансового оздоровления планирует получить льготные кредиты как на обновление производства, так и на создание новых продуктов. Конечно, в этом году пандемия внесла коррективы в деятельность предприятия, но сейчас завод работает с полной загрузкой. С августа месяца мы удалось восстановить в первую очередь контракты на платформы длинные, то есть это перевозки Китая-Европа. Поскольку Китай и Европа немножко оживились, то этот вид подвижного состава стал востребованным. И, соответственно, на сегодня у нас есть загрузка до конца года уже, мы понимаем ее. И уже мы ведем переговоры о первом квартале следующего года. Такую же процедуру финансового оздоровления прошли и другие предприятия концерна. Промлит, Чебоксарский агрегатный завод и Промтрактор после банкротства продолжают свою деятельность как новые юридические лекции. Надежда Яковлева, Игорь Зверев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин